Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и в сегодняшнем видео я хочу высказать абсолютно честное мнение по поводу нового события на Евросервере Охота за Луной, которое уже благополучно стартовало на Лесте. Я больше чем уверен, что многие из вас слышали по поводу данного события, многие знают по поводу того, как его пройти, если вы не донатер. Для донатеров, по-моему, вообще не стоит пояснять, как его пройти. Для тех, кто не в курсе, не смотрел, очень кратенько затрону все необходимые темы. Значит, верхняя цепочка исключительно за донат, за реальные деньги. Нижняя цепочка для тех, кто не донатит и пытается своими силами что-то бесплатно получить в этой игре. Для того, чтобы пройти полностью всю цепочку, необходимо собрать 316 пряников. Если перевести это в количество побед, которые вы должны делать в день на танках с 4 по 10 уровень, и вы не будете получать за все эти победы знаки классности 2, 1 степени, либо мастер, то вам необходимо сделать целых 20 побед каждый день. И мне кажется, что это очень много, потому что недавно нам надо было делать по 7, максимум 8 побед, для того, чтобы забрать себе премиумную машину ВК. Тоже там с рядом каких-то бесплатных плюшек. Ну а здесь 3 контейнера соберите все, которые в магазине стоят 1500 золота. Что меня немножко смущает, и что бы я предложил разработчикам, это дать мне возможность как игроку, либо открыть эти контейнеры, либо обменять их, пускай не на 1500 золота, но хотя бы на 750 голды. Потому что из контейнера мне может ничего не упасть, а голду я всегда знаю куда пристроить. Если вы будете играть с количеством побед от 5 до 8 приблизительно, то вы вполне спокойно дойдете до вот этого вот уровня 6, заберете себе 10 бустеров на голду, Заберете себе 2 каму, заберете себе 2 вида бустеров эпических, и в принципе все. Тысячу, точнее 100 тысяч вот этих серебром я вообще не считаю за какую-то ценность. Что касается того, что лежит на уровнях выше, на 7, 8, 9, ну 10 мы уже обсудили. Здесь лежит тот же самый каму, что и на 5, поэтому в принципе ничего не теряйте. Ну а что касается 10 бустеров опыта, ну такое себе, согласитесь. Ну а что касается вот этого, то как правило аватары в нашей игре, ребят, меняются на осколки, и мало кто с этим аватаром будет играть. Что касается верхней цепочки, коль нижнюю мы уже обсудили, я думаю и так всем все понятно. Так вот по поводу верхней цепочки у меня есть ряд вопросов. Первый вопрос, почему за вот эту вот игровую валюту, за вот эти вот золотые жетоны, я их так буду называть, почему за вот эти медальки можно за одну из них приобрести себе Бураска, а две необходимы для того, чтобы забрать Калибана. Лучше бы было наоборот, ну просто потому что Калибан гораздо менее играбельная, менее интересная машина, чем Бураск. Бураск действительно машина классная. Во сколько я их оцениваю? Бураска оцениваю, как его и оценивали по магазину. В 10 тысяч, хотя я считаю, что могли бы немножко скинуть. Ну а что касается Калибана, то я бы его оценил максимум 8 тысяч. Ну вот прям совсем потолочная цена. Что необходимо для того, чтобы забрать эти машины? Вам необходимо в игровом событии собрать вот эти вот кроличьи жетоны и их необходимо целое 1900. Если мы обратимся с вами назад к магазину и посмотрим на ценники, то мало того, что поймем, сколько мы реальных денег должны влить в игру для того, чтобы их собрать. Ну а плюс к тому можем понять, соберем ли. Потому что если я правильно помню математику, то сложив все вот эти вот кроличьи жетоны, а как я вижу по предложению, оно штучное и я не знаю, может быть завтра обновится магазин, если сегодня что-то купить и этот товар заново завтра появится на продаже. Но все же, давайте будем исходить из того, что мы видим, про другое разработчики не сказали. То здесь, ребят, штучные предложения. И если все эти штучные предложения сложить, ну вот 715, 500 и так далее, то суммарно мы получаем, ребят, не 1900 жетонов, а 1865. Где взять еще 35 жетонов недостающих? Я, честно говоря, ума не приложу. По крайней мере, у меня в магазине отдельного предложения многоразового, как это часто бывает, нет. Ну вот как есть, так и есть. Ладно, хорошо. Допустим, будет обновляться ценник, точнее не ценник, а будут обновляться товары в магазине каждый день. И я, допустим, каждый день смогу покупать себе предложение по 90 долларов. Так вот, если сложить только вот эти вот все наборы вместе, для того, чтобы получить 1865 жетонов, нужно потратить, ребят, целых 243 бакса. Если исходить из того, что вы не можете себе забрать одновременно и Бураска, и Колебана, и вы должны изначально определиться, кого вы берете, либо два этих жетона тратите на Колебана, либо один из них тратите на Бураска, а второй потратите на мистический сертификат, то здесь, ребят, получается математика следующая, что если вы возьмете себе исключительно Колебана, то это плюс 8000 к той голде, которую вы получите. Я сложил полностью всю голду, которую вы можете получить из вот этих вот наборщиков, точно так же, как складывал все вот эти жетоны. И у меня получилось 191 тысяча золота. Вот здесь вот суммарно лежит. Плюс 8000 давайте заложим на Колебана, которого вы типа получаете в подарок, но по факту просто его ценник в общую копилку закинем. Таким образом, получается, что усредненная стоимость голды составляет 810 золота за 1 доллар, что я лично не считаю прям действительно крутым предложением по донату. Я бы еще понял, если бы для прохождения вот этой вот цепочки можно было купить акционные наборы, в которых 1000 золота стоит 1 доллар, и в подарок вы получаете себе премиумную машину 8 уровня. Окей, тогда согласен. Но при такой калькуляции я что-то как-то сомневаюсь, что будет большое количество игроков, которые готовы расстаться с четвертью тысячи долларов. А это не так уж и мало. Согласитесь, друзья. Вот такое вот честное мнение по поводу данного игрового события. Пишите свое мнение. И, ребят, помните, на данном канале вы слышите исключительно правду и исключительно, как я вам говорил, честное мнение по поводу всего, что происходит в этой игре. И если вам нравится эта честность, если вы готовы ее поддерживать, пожалуйста, подпишитесь на канал прямо сейчас, помогите ему развиваться и подниматься в топ. Я побежал снимать специально для вас. Ну а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.